МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Это программа «Жизнь как жизнь». Когда встречаешь на улице пожилую пару, бережно поддерживающую друг друга, это вызывает умиление. Когда слышишь истории о родителях друзей всю жизнь, проживших душа в душу, это вызывает зависть. Возможно ли сохранить любовь к одному человеку на всю жизнь? Наша сегодняшняя тема – любовь длиною в жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Как обычно, в начале программы я с огромным удовольствием и уважением представляю наших сегодняшних экспертов. Народный артист России Вадим Лобанов. Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженная артистка России Светлана Письмиченко. Добрый день! Добрый день! Ректор Института психологии и сексологии профессор Лев Щеглов. Здравствуйте, Лев Морисович! И заслуженная артистка России, всеми любимая Валентина Легкоступова. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша первая героиня пронесла свою любовь через многие годы, через всю жизнь. И даже сейчас она любит своего избранника. Встречайте Нину Ивановну из Нижегородской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Нина Ивановна, расскажите, как Вы повстречались с Вашей самой большой любовью? Вы знаете, это был в школе. То есть он был Ваш одноклассник? Да. Я влюбилась таким образом. Мы танцевали на смотр, готовили танец. Две девочки и посреди нас мальчик. Мы репетировали. И однажды он прикоснулся ко мне рукой. Взял меня за руку. И возникло чувство. И внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Это как раз тот человек, за которого Вы вышли замуж? Нет. Батюшки мои, как же так получилось? Я была вообще общественницей страшной. В общем, на пороге мне дали одного мальчика, который ограбил киоск. Нехороший мальчик. Ко мне никого не подпускал. И так в меня вцепился. Втюрился, как тогда говорили. Ой, вы знаете, это было что-то. И, в общем, я поступила учиться в институт. Он приехал за мной после второго курса. Я согласилась выйти за него замуж. То есть он напором Вас взял? Да. Он учился как раз здесь, в Петербурге. Он кончил пожарно-техническое училище. А вот в этом обретенном внезапно для себя браке с хулиганом и пожарным Вы были счастливы? Нет. Он издевался надо мной. Он бил меня даже беременную. И я прожила с ним два года четыре месяца. И ушла. Ребенку было год четыре месяца. Но я институт с ребенком на руках заканчивала. И я уехала к родителям. За мной папа приехал и забрал к себе. А как любимого Вашего звали и зовут сейчас? Его зовут Евгений. У него была своя жизнь. Он закончил летное училище. Был направлен за границу служить. И мы всю жизнь друг други прослеживали. Невольно как-то следили. Он за моей жизнью. Я за его. И когда я разошла с мужем, я не знаю, это случайность или так произошло в судьбе, мы с ним встретились. Он приехал в отпуск. С Евгением? Да, в наш город. Былые чувства, они вспыхнули вновь. А он неженатый был. Но вы знаете, я ведь женщина с ребенком. Ну и что? В то время совершенно по-другому к этому относились. Вот как-то это жениться на женщине с ребенком. Где-то колебался он. И он отказался на Вас жениться? Да, он должен был уехать к месту службы. Ему встретилась другая. И он женился. Так, то есть вы на какой-то момент расстались. Лев Моисеевич, прокомментируйте как специалист. Вот то яркое и резкое чувство, особенно в романтической стадии формирования нашей сексуальности, а говоря попросту в подростковом возрасте, когда гормоны уже начинают играть, но еще не в полный вес, и есть романтическая устремленность, они втроем танцевали, потом отношения, потом с этим человеком живешь. Ой, не факт, что всю жизнь проживешь. Это некая идея, которая работает в противовес не сложившейся жизни. А жизнь здесь не сложилась. Какой-то там чем-то ее вас обаял, тип какой-то напором, а в общем действительно психопатичный, то ловарек ограбит, то жену бьет. Ну понятно, да? Аплодисменты. Чудесный человек, да. Я думаю, что здесь случилась беда, и поэтому пошел возврат к той романтической истории, которая сложилась. Валечка, я хотела спросить, вы продолжали бы романтически любить мужчину, который сказал бы, ой, у тебя ребенок, что-то я не хочу на тебе жениться. Нет, я бы ни в коем случае не продолжала, потому что вот по сути, по своей, мужчины вообще трусы. Ну ладно вам, ну не все. Вот, например, Лев Щеглов храбрец. Привет. И Лобанов тоже храбрец. Я говорю, я вам скажу, я знаю Лобанова, тоже все в порядке. Я не говорю о присутствующих, но вот в той ситуации, которая была у нашей героини, да, почему этот человек, который вас любил, которого вы любили, почему он не боролся за вас? Вот я чего не понимаю. И потом вдруг наличие ребенка, это его отталкивает, наводит на мысли, на какие-то... Значит, никакая это не любовь. Нет, ну вы знаете, как в песне поется, первым делом самолеты, он же лет на училище закончил. Аплодисменты. Ну а девушке, а девушке потом. Лена Ивановна, что было потом? Вы знаете, другой человек не побоялся жениться с ребенком, но здесь был промысел. Меня папа учился у его деда. И вы вышли замуж, потому что папа... Я вышла, папа хотел. Папа хотел, да, это была самая интеллигентная семья в нашем городе. С старинными традициями. Папа уговорил. Да. Я сейчас 38 лет в браке. Браво. Аплодисменты. Все за этим человеком. Так. Мой муж очень спокойный и уравновешенный. Он прекрасный физик. Он директор школы был. А о жизни вашего любимого вы знали что-нибудь? Да, конечно. Я интересовалась и классов руководителя знали все секреты, кто с кем живет, кто рождается. Да не только я, и он узнавал, оказывается. Лев Моисеевич, вот скажите мне все-таки, когда люди вот так общаются посредством через классную руководительницу или посредством каких-то друзей, что они все-таки любят? Друг друга или некий образ созданный воображением? Ну, конечно, образ. Ведь как бы при всем уважении что получается? Первый брак он взял нахрапом. Плохо получилось. Ну, не было, значит, с вашей стороны любви. Второй брак, насколько мы слушаем и фиксируем то, что мы слушаем. Как бы я ушла замуж, потому что самая интеллигентная семья. Все это очень хорошо, только к реальной любви это не имеет отношения. Особенно у молодых людей. И тогда, как говорил, может быть, не лучший писатель, но интересный человек Александр Грин, несбывшееся манит нас. Это несбывшееся. Это как бы такой росток чудесный, который мог бы превратиться в фантастическое растение, но не превратился. Но я его помню всю жизнь. Света, а вы помните вот этот фантастический цветок, свою первую любовь? Ну, это была типичная ситуация школьная, безусловно. Он потом стал отцом моих детей. Школьная любовь, она для девочек, мне кажется, абсолютно узнаваемая, у каждого своя. Другой вопрос, куда это потом развивается? Ну, у вас куда развивалось? У меня в детей. У вас в детей, понятно. Два мальчика. Это прекрасно. А вы сейчас видитесь? Видимся. Иногда. Нет, ну я просто хотела спросить, вы продолжите оставаться за ним замужем или уже нет? Нет, мы не замужем, но у нас есть дети, это больше, чем замуж. Я так считаю. Но вот эта реализованная любовь, с вашей точки зрения, и в вашей ситуации, она окончилась крахом каким-то или нет? Нет, безусловно, был период романтический, потом, когда появляются дети, мы все знаем, что мы меняемся. Вот в этой истории, когда возникли дети, у вас один ребенок, да, насколько я поняла? От второго брака был, у меня есть еще ребенок. Ну вот у вас двое детей, да? Вот, поэтому, но с другой стороны, я хочу вернуться к Евгению. Вы сейчас говорите, он узнавал, а мы не знаем, что с ним происходило в тот момент, понимаете? А вы с ним не виделись больше никогда, Нина Ивановна? Я с ним повстречалась. Когда же? Ну, лет семь назад. Он приехал к вам или вы к ним? Он уже был, в общем, на пенсии. Он 11 лет уже как бы был разведен с женой. Вы как-то опять испытали романтическое чувство? Да, вы знаете, такая была интересная встреча. Он шел с нашей классной руководительницей, они были в гостях. Оказывается, он купил в нашем городе домик. Мы встретились, тут такие были объятия. И, знаете, я даже испугалась, думаю, боже мой, я когда-то их ждала, никак не происходило это. И вдруг я себя почувствовала так неловко, притом были свидетели. А потом город наш маленький, ну, ведь ему уже все донесут. Ну, и после этого мы стали встречаться с ним. И вы знаете, какая вот в этот момент происходит трагедия с мужем? Как раз вот когда мы встречаемся, моего мужа сбила машина, прямо около дома. И, естественно, больница и вообще приговор врачей, что осколочный перелом – это вообще проблема. И я мечусь между двумя людьми. То есть вы, на самом деле, уже находились в стадии принятия решения, что все-таки уйти, все-таки к Евгению. Да, у меня это решение было давно – вообще покинуть своего мужа. Я чувствую, что я его раздражать начала. Я его просто хотела оставить в покое, отойти в сторону. И тут случилась авария? Да. А ваш любимый Евгений? Я решила его просто испытать. Я ему и говорю, женись на мне. Вы знаете, немая сцена. Я почувствовала, что я не то сделала. Вы понимаете? И он стал уходить от меня в сторону. Это привело к тому, что он стал отстраняться? Нельзя мужчине навязывать себя. Девушки, не делайте предложений мужчинам. Законный брак они впоследствии предложат вам сами, если вы будете хорошо жарить котлеты, варить борщ и спрашивать его о его работе. Свет, ну что делать? Вот муж, за которым надо ухаживать. А тут любовь, причем, которая вроде бы всю жизнь была. Куда бежать? У нас так все романтически начиналось, как-то все... И так плачевно закончилось. Мне кажется, вы довольно эгоистичный человек, несмотря на то, что у вас все-таки стремление к высшим каким-то чувствам, потому что вы говорите все о себе. А вот в тот момент, когда ваш муж попал в аварию, вы не подумали, что для вас это какой-то знак, что, может быть, не нужно было менять вашу ситуацию? Вы пошли на пролом к любимому, сделали ему предложение, и в результате что получилось? Ну, вы знаете, возможно, но я не эгоистка. Я вообще порой жертвую для людей. Я прошу прощения. Валечка, если обстоятельства мешают двум любящим сердцам соединиться, надо с обстоятельствами бороться? Не надо бороться. Вот делай, что делаешь, и будь, что будет. Все правильно, я согласна с вами. Лев, скажите, пожалуйста, от такого наваждения, в принципе, можно избавиться волевым усилием? Избавляет обычно реальная жизнь. У всех у нас была первая любовь. Она потом вспоминается, может быть, как какая-то смешная, детская, странная, нелепая, может быть, да? Но мы как бы вытесняем это чувство другими реальными чувствами. А если нечем, скорее, это история о том, что реальность, ну, не получилось, что ли. Можно я добавлю? Вы, простите, что я сказала эгоист, но мы все эгоисты в какой-то степени. Но я имела в виду другое. Вот этот фантом, который вам не давал жить, Евгений, он увел вас действительно от реальной жизни. Потому что, посмотрите, все-таки 38 лет. И возврат к этому фантому, мне кажется, он совершенно был для вас ненужным. А вы знаете, я вам отвечу. Она себя чувствовала, наверное, счастливой именно вот в этот период. Да, Валентина, я вам хочу сказать, эгоист в большей степени – это мой муж. 38 лет она живет. Вы знаете, есть такая фраза, она такая, больше с юмором. Говорит, вот ты, говорит, эгоист, потому что ты себя любишь больше, чем меня. Ну, понимаете, ну, это так сложно. И существует огромное количество нюансов каких-то. Вот они-то движут вот всеми нашими взаимоотношениями, которые, так сказать, и складываются между супругами. Да, ну, в какой-то степени мы как лаборанты. Мы какой материал получили, тот и изучаем. Потому что вот я… Он смотрит, а, теперь у меня глаза открылись, все, с этим человеком… Какие он дела с вами хотел иметь? Нет, здесь не так надо понимать. За львом Моисеичем следом я хочу спросить. Наверное же, девушке, женщине очень больно, когда любимый говорит «нет». Мне было мучительно больно, потому что это была обида, страшная обида. Но в тот момент, когда он как бы второй раз вот отказался от вас, ваша Евгения, вы уже опять расстались навсегда? Нет, мы не навсегда расстались. И я даже не сомневаюсь в том, что в его душе любовь ко мне жива. А в вашей? И в моей тоже. Где-то вот там в уголке я жду. Понимаете? Что он еще придет? Ну, как-то у него была фраза, что мы с тобой встретимся, но не в этой жизни. Нина Ивановна, а ваш муж не догадывался о том, что вы всю жизнь как бы любили другого человека? Вы знаете, нет. Я скрывала все эти отношения. Скрывали? Да, это все внутри было. Я считаю, что каждому человеку свойственно, может быть, пройти и первую, и вторую, и третью любовь. Главное, человек способен любить, и это продлевает жизнь. Аплодисменты. Танюш, я хочу, во-первых, восхититься, как потрясающе выглядит наша героиня. Билленно, абсолютно верно. Да, посмотрите, какая она очаровательная женщина. Еще такая сексуальная и с таким огоньком в глазах. Но мне кажется, что такая у нас иллюзия все время, что мы жизнь репетируем, что нам еще раз... Начерно, начерно живем. Да, да, вот как будто вот нам еще будет возможность что-то переделать. Нет, на самом деле мы живем один раз, и хочется вот этот один раз, чтобы был, ну, такой вот по полной программе. Слушайте свое сердце, Нина Ивановна, и делайте, как оно вам велит. Нина Ивановна, а вот ваше сердце что вам подсказывает? Если бы вы когда-то давным-давно вышли за него замуж, вы были бы с ним счастливы? Да, он семьянин очень хороший. Он прекрасно готовит, и я тоже. Я бы нарожала ему много детей, потому что он очень любит детей. И у нас была бы прекрасная семья. Но, увы. Да, к сожалению и к ужасу, история не знает сослагательных наклонений. Надежда умирает последней. Никак не могут найти себе пары, потому что женщин значительно больше, и в мужских одеждах тоже. Их бы за это дело в парткоме осудили. Он сидел в бронетранспортере, очередь, и, так сказать, он лишился зрения. Ты молодая, найдешь себе еще человека, уезжай. Мы продолжаем разговор наше сегодняшнее тема «Любовь длинною в жизнь». Наша вторая героиня была в браке очень счастлива, и ничто не предвещало беды. Но, к сожалению, никто из нас ни от каких бед не застрахован. Встречаем Нину из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Нин, как вы познакомились с вашим любимым? Можно сказать, случайно. Любовь в моем сердце появилась как бы с первого взгляда. Я училась в Курской области, сама родом из Курской области. И получается, что я начала работать, и в один прекрасный день по работе я поехала из села в район. По улице идя, я такая, просто не знаю, с чего, поднимая глаза, вижу, идет по улице парень. И вот это движение, вот это его, как он шел по улице, то есть изначально сразу мне как бы... Запомнилось. Запомнилось, и оно постоянно во мне вот это находится. Позже, значит, мы с ним встретились уже непосредственно, когда приехал в село. Он местный житель? Он оказался, да, местным жителем. Он служил в армии, пришел в отпуск, и... И у вас была любовь с первого взгляда? Любовь с первого взгляда. А он потом ушел обратно дослуживать, правильно я понимаю? Да. Ну, 10 дней отпуска было, поэтому как бы... Ну, 10 дней это немного. Это немного, но вот то, что вспыхнуло, как бы сразу был разговор. Дождешься, я вот в мае прихожу, отслуживаю, все, и мы сразу с тобой женимся. Уехал он дослуживать. Начались еженедельные письма, звонки. Приезжая оттуда, он привез свадебное платье на меня. Ой, как красиво. А сколько вам лет было? Ну, было 19 на 20-м. А вот ему 20, да? Тоже 19. Тоже 19, он красавец наверняка? Да, он был очень красивый, было много поклонниц. До армии вообще, как бы, девчонки толпой ходили. Вам завидовали? Все были в шоке. Как это так, как это он там выбирает. Девчонка приехала в село, тут работает чуть-чуть. И самый видный жених берет ее замуж. Ну, да. Валечка, я знаю, что ваши родители очень рано поженились. Да, в 17-18, и до сих пор они живут и счастливы. И вообще им огромное спасибо, что они тогда не разбежались. Это точно. Ну, вот скажите, они вот всю жизнь любили друг друга, вот одинаковые любовью или все-таки по-разному? Все-таки были разные моменты. Нет, конечно, по-разному. Конечно, разные периоды были. Но, во всяком случае, вот сейчас я на них смотрю, мне кажется, даже они похожи друг на друга стали. Вот одно лицо. Я говорю, мам, ну как же ты стала похожа на папу. Да, это прекрасно. Миночка, как дальше складывалась ваша жизнь в браке с этим прекрасным принцем? Ну, как в сказке. В скорости, естественно, забеременела, родила дочь. И вот уже в дальнейшем пошли симптомы того, что какая-то у него болезнь. Начали обращаться к врачам. Врачи в недоумении, что и как, не могли поставить диагноз. А в совместной жизни, то есть на полном доверии, согласии, взаимопонимании, в чувствах, все это, то есть без всяких скандалов, никогда там грубым словом друг на друга не было. А сколько лет вы вместе прожили? Мы прожили пять лет. Болезнь была неизлечимая. Года через три-четыре, вот на последнем году жизни, как бы, он начал меня отталкивать от себя, зачем я тебе такое нужен, начал прогонять меня. То есть он вас жалел? Ты молодая, найдешь себе еще человека, уезжай. С чем я в конечном итоге согласилась, я сказала, давай я к родителям поеду на время. И получается, что только не успел уехать, там месяц какой-то проходит, его увезли в больницу, и то есть он скончался. И вы себя как-то в этом вините, в том, что он умер без вас? Ну, да, конечно, потому что как бы хотела быть с ним и не верила в то, что, как говорится, болезнь настолько, как говорится, вот сразу так раз и отнимет. Приходится жалеть об этом. Лев, ну ведь мы все как-то умом понимаем, да, что, ну, никто не виноват. Так получилось. Это бессмысленно совершенно сейчас укорять себя. Это просто, значит, в дальнейшем жить с грызущим чувством вины. Хотя мотив понятен, если это близкий человек, и если понятно, что он угасает. Наверное, так уж распоряжается жизнь, что рядом кто-то нужен, особенно из близких. Но дальше себя грызть и жить с чувством вины, это, поверьте, просто как бы еще одна жизнь будет искорежена. Нин, а как вы справляетесь с жизнью, с чувством вины? У меня дочка, то есть ребенок остался. Она похожа к копию его, красавицы. И все силы как бы на нее уходят. То есть справляюсь вот чисто из-за того, что, может, в тот момент я осталась как бы не одна, а все-таки с ребенком, да. С ребенком, с дочкой. Да. А сколько лет прошло с тех пор? 11 лет, 12 лет. 11 лет? И вы по-прежнему одна? Да. У вас нет мужа? Нет. Замуж не выходила. А у вас не было желания никогда найти человека, который там, ну, был бы вам опорой? Ну, не вижу я такого человека, как бы, с таким желанием, с таким чувством. То есть нет чего-то. Света, как вам кажется, вот такая, ну, я бы даже сказала, жертвенность, когда человек жертвует своей жизнью ради памяти о вот этой вот прошедшей любви? Ну, мне кажется, что если Нина так себя ощущает в жизни, значит, так и должно быть. Возможно, что-то изменится в ее жизни, но пока она так чувствует, как она живет, значит, она имеет на это право, и так должно быть. Вадим, а вы как считаете? Вы сталкивались, когда-нибудь с такими историями? Мой отец был военный, и он учился в училище связи в Воронеже, и ушел на финскую войну, и с ним ушел его сокурсник. Ему выжгло глаза вот этому сокурснику. Он сидел в бронетранспортере в очереди, и, так сказать, он лишился зрения. И когда он попал в госпиталь, а до этого у него была девушка, и он хотел покончить с собой, он не допускал, так сказать, как бы он отрубил и не знал. Она его нашла. Связи? Она была за него замуж, родила ему двоих детей за слепого человека. Мало того, он защитил диссертацию, и, так сказать, была полностью полноценная семья. В данном случае это как бы другая история, но речь идет тоже о жертвенности. Абсолютно. Аплодисменты. Это очень красивая история, и очень. А если говорить о моих родителях, то их нет в живых, царствие им небесное, но они прожили всю жизнь вместе. Так, к вам вопрос. Вот поколение наших родителей, мы все говорим, что они жили долгие годы в браке. Почему сегодняшнее поколение так легкомысленно относится к браку? Квартирный вопрос нас испортил, Светочка. Прописка. Мы можем переехать от опостылевшего мужа к новому любимому, а родители не могли. А сохранять? Их бы за это дело в парткоме осудили. Только поэтому? А нас нет. Я считаю, что да, конечно. Валечка, в шоу-бизнесе случаются какие-нибудь красивые истории вечной любви? Ну вот, собственно, ответ. Да, аплодисменты. Случаются, конечно. Конечно, случаются. Мы можем взять пример Валентин Гафт со своей супругой. С Ольгой Остраумовой. С Ольгой Остраумовой. Да, они поздно сошлись. Но посмотрите-ка, они просто... На них любо-дорого посмотреть. Это фантастическая пара. Абсолютно верно. Да. Причем вот среди актерской среды, видимо, это как раз не имеет шоу-бизнеса. Среди актерской среды чаще встречаются такие браки. А как вы думаете, почему? Ну, потому что, так как разложился уже шоу-бизнес изнутри, там никак не могут найти себе пары. Да, потому что женщин значительно больше и в мужских одеждах тоже. Аплодисменты такие. Лев, все-таки я хочу задать этот вопрос, несмотря на то, что вечная любовь – это прекрасно, но вот вечно любить память о человеке можно? А можно? Память можно любить вечно, а деформировать свою жизнь из-за этого – нет. И даже если представить себе, что если бы трагически скончавшийся муж мог нас сегодня слышать, вряд ли он хотел бы для любимого человека вот такой судьбы «Всю жизнь меня оплакивай», «Не будь счастлива», заниматься дочкой, когда собственная жизнь ущемлена, не всегда это получается очень хорошо. Нет, а потом дочка-то вырастет. Да, она вырастет и так далее. Причем очень быстро. И она захочет маму счастливую увидеть. Ниночка, а если бы вам встретился мужчина, который напоминал бы вам вашего покойного мужа, или был бы таким же достойным человеком, вы бы вышли за него замуж? Возможно, вышло бы, но чтобы этот человек, конечно, уважал мои чувства к тому прошлому, что есть ребенок. То, что я люблю, как бы в душе все равно вот эта вот любовь, она хранится ко всему этому. Да, браво. Мы продолжаем. Тема нашей сегодняшней программы – «Любовь длиною в жизнь». Наша третья героиня встретила свою самую главную любовь, будучи уже взрослой девушкой. Ей было 30 лет, но соединиться с любимым сразу у нее не получилось. На пути возникло слишком серьезное препятствие. Встречайте Людмилу из Кургана. Здравствуйте, Людмила. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Что за препятствие на пути любви? Препятствием оказалась мама. Ваша? Моего мужа. Она вас не взлюбила с первого взгляда? Она меня не видела ни разу. Не видела? Нет. Ну тогда рассказывайте. Ну познакомились мы с мужем в 86-м году, когда мне был 31 год, и у меня уже была дочь 7 лет от первого брака, а ему было 22 года. Так получилось, что мои подруги на заводе дали две путевки на комсомольский вечер. И когда мы пришли, нас посадили за столики, подсадили к нам двух молодых людей, будущих наших мужей. Обоих звали Юрами. И в результате в конце вечера они нас проводили домой. Моя подруга стала встречаться с этим молодым человеком. Я заметила, что мой Юра тоже проявляет ко мне интерес. Мне он тоже понравился. И я так полагаю, что он поделился своими впечатлениями с мамой. Потому что мама пошла к другу Юриному домой, и там в семье устроила скандал. Из-за чего? Я думаю, что просто она почувствовала опасность какую-то. И она пришла со скандалом в таком смысле, что ее сына хотят охмурить. А вам, значит, был 31, ему 22. У нас 9 лет разница. И то, что у меня ребенок был, конечно... А потом была свадьба у наших друзей. И родители того Юры тоже были против. Она была на 4 года старше. Батюшки мои, все родители против. Лев Мысич, что такое? Вот скажите, пожалуйста, как часто мамы пытаются устроить личную жизнь своих уже достаточно взрослых сыновей? И как часто сыновья соглашаются с мамами? У меня два сына. Те мамы, которые нависают над своими детьми и пытаются решить естественность, благих побуждений за них жизнь, они как бы мало чего добиваются обычно. Чаще всего мамы, залезающие в ту сферу, которую уж в 20 лет пора решать самому, это ничего хорошего не несет ни для детей и не принесет счастья таким мамам. Ну, так случилось. Свет, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, какова разумная доля участия мамы в жизни детей? У меня тоже два сына. Прекрасно. Слушайте, мы с вами должны объединиться. Так что я сегодняшний день тоже... И угробить этих ужасных женщин, которые придут украсть наших мальчиков. Не отдам! Не отдам своих. Я бы, конечно, немножко вмешалась в ситуацию. Я бы узнала, что за девочка, что за судьба была какая-то у нее. Ну, девочка на 9 лет старше, ничего себе девочка. Ну и что, все равно девочка с ребенком. Я бы вмешалась немножко в ситуацию. Но как бы мне кажется, что если бы я увидела, что там, если бы там какие-то были ответные чувства и любовь. И знаете, ведь есть природа мужчин, которые ищут действительно по жизни старше себя. И находят в этом абсолютную гармонию и счастье. Может быть, это как раз есть тот случай, когда ему нужна женщина старше его. Поэтому если бы я как мама это почувствовала, я бы отпустила. Валечка, а ваши не мешали мамы обе вашим отношениям с мужем? Нет, нет. У меня чудесная свекровь со свекром. Вот, кстати, из шоу-бизнеса пара, которая живет больше 45 лет вместе тоже. Это Юра Григорьев со своей Эллочкой. Ну как, во всяком случае, давление на меня никогда никто не оказывал. Я вот сейчас, я сейчас как мама двоих детей, а у меня старшенька 18, а младшенька будет 8. Я настолько люблю своих детей, что я не позволю себе вмешиваться вот в их жизнь. Я буду относиться с уважением к их выбору. Вот дочки там нравятся, молодые люди. Своё мнение я оставляю при себе. Замуж хочешь? Выходи. Для первого раза нормальный возраст. Какой молодец. Да, это знаете, как моя тётушка всегда говорила моей сестре, когда она собиралась замуж. Поди, сходи, можно подумать, что это навсегда. Вот, и я вот поддерживаю эту точку зрения абсолютно. С вами согласна. Людочка, а ваш Юра, он прям вот такой маменькин сынок, что он сам за себя не мог решать? Я узнала, что живёт он с мамой без отца, отец умер рано. Родственников, близких не было. Для мамы он был, естественно, свет в окошке, и он маму очень любил. По характеру он был очень мягкий, спокойный, а мама была очень властная. Она его держала крепко в руках, она командовала, она контролировала его. Но он послушался её и с вами разорвало отношения, Людмил? Нет. Всё-таки свадьба была у моих друзей, и мы на свадьбе были свидетелями. Поэтому вечером после работы он стал заходить ко мне, и мы готовили сценарий, готовили, что-то рисовали, учили. И после свадьбы он стал продолжать ко мне заходить. Мы увидели, что у нас очень много общего, мы не могли наговориться. Но единственное, я заметила, что когда речь заходила о наших дальнейших отношениях, он обходил эту тему стороной. Постепенно мы сблизились, а потом я забеременела. И я сразу решила, что при любых обстоятельствах я буду рожать. А он как отреагировал? Он стоял на коленях, целовал мне руки. От радости. Говорил, что он очень передо мной виноват, и больше ничего. Аплодисменты. Лев, как привести в чувство маменького сыночка? Это очень типичная ситуация. Рано ушедший муж и женщина, только поймите меня правильно, вплоть до интимных бессознательных импульсов все направляет на сына. Мальчику уже становится 30-40 лет. Он говорит, я привел одну, маме не понравилось. Барышень много, а мама одна. А маме никто не понравится, она хочет им владеть. Потом 80-летняя мама и 60-летний мальчик. И вот так происходит эта жизнь. Если это так, это серьезно требует как бы психологической коррекции. Людочка, ну расскажите, как дальше история развивалась? Вы поженились? В общем, прошло время. Малыш родился? Да, родился сын. Я поняла, что он не решится пойти против мамы. Я его не очень понимала. И я решила прекратить эти отношения. И 5 лет мы не встречались. И сын не видел отца? Нет. Но получилось так, что первый мой муж пропал без вести. И мне было удобно говорить, что у нас папа пропал без вести. Конечно, сын возмущался и говорил, ну как он так мог пропасть? Вот я вырасту и обязательно его найду. Ой, зайка. Да, а потом, когда уже мы стали встречаться, и уже постарше сын был, он как-то увидел Юру и говорит, скажи, а это не мой ли отец случайно? Что-то он как-то сильно на меня похож. Я посмеялась и промолчала. А потом как-то мама заболела у Юры, лежала в больницах и внезапно умерла. И Юра сразу пришел к нам. Он сказал, я хочу жить только с вами. Но сын, на удивление, принял все здорово. Он сразу начал звать его папой. Он очень обрадовался. Вот чувствовалось по нему, что он просто обрадовался. Да дети умнее, чем мы себе представляем. Умнее, да. Я ему все объяснила. То есть сколько, получается, вы его ждали? Наверное, 20 лет. 20 лет? Аплодисменты. И каким мужем оказался он в итоге, ваш Юра? Юра оказался у меня очень внимательным, заботливым, очень умелым. Он такой ремонт дома сделал. Он все умеет делать своими руками. Он все видит, замечает. И в отношениях вся родня моя от него в восторге. Лев Моисеевич, сколько лет должно пройти, прежде чем можно было с уверенностью сказать, да, это любовь. Ну, конечно, здесь речь идет о годах раз, о испытаниях два. Вообще, понятие индивидуальной любви, как выбор, мы плохо это понимаем, это только в 17 веке стало как-то распространяться по Европе. До этого, поэтому все любви трагедии, потому что люди нарушали. Да. Все трагедия, начиная с Хилла там и так далее. Потому что нарушали что? Сословный брак, деньги. Ну, сегодня мы же знаем. То и дело все нарушали. Совсем недавно индивидуальный выбор. Потом был длинный период несвободного человека. Брак, особенно если освещен. И возникла поговорка «стерпится, слюбится». И многие случайно любили друг друга. А многие мучились, но жили вместе. Пришло свободное время. Есть ли у нас образцы для подражания, какие-то хихикающие идиоты, прыгающие где-то там в шоу-бизнесе, не в шоу-бизнесе, которые по 8 раз женаты, я в 9 раз почувствовал нежную любовь. Это одна история. А до какого момента? А может, 18 надо браков? А может быть, 48? Это говорит о том, что у людей ориентиры потеряны. Да, ты имеешь право на выбор, и с нелюбимым жить не надо, но твой образец для подражания – счастливая жизнь через многие годы и верная. Тогда на что-то можно надеяться. Я вот сейчас сидел и думал, и мне на память пришло, я, может быть, не точно сейчас процитирую это, древние говорили, я знаю, от чего бывают приливы и отливы, я знаю, от чего наступает буря, и от чего змеи прячутся в скалы, когда она наступает, но я не знаю, от чего приходит и уходит любовь. Нет формулы любви. Нет. Вдобавок, так уж, чтобы сбить пафос. А Конфуций говорил, что быть влюблённым – это значит чудовищно переоценивать разницу между одной женщиной и другой. Чудовищно. Не знаю, может быть, я и не права, конечно, но согласно моей личной теории, любовь даётся человеку только один раз в жизни. Всё остальное – суррогат. Попытки заменить натуральный кофе желудёвым. А любовь одна, и нельзя бросаться подарками судьбы, потому что пробросаешься. И когда рядом любовь, можно изменить мир. Ведь это так просто. А мы здесь, в программе «Жизнь как жизнь» точно знаем, что всё можно изменить, пока не идут финальные титры. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ